Имя, место проживания и уважительная причина. Такой набор сведений нужен для человека, получающего специальный пропуск. Это документ, который после заверения печати дает право на перемещение по городу и району во время карантина. Пропускная система была введена губернатором Астраханской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ведь чем меньше людей на улице, тем ниже вероятность заразиться вирусом. В первую очередь спецдокументы получают организации и лица, которые обеспечивают жизнедеятельность района. Это медработники, продавцы продуктов питания, работники жилищно-коммунальных служб и другие определенные порядком лица. На сегодняшний день в списке организаций, которые продолжат работу в условиях карантина, в Ахтубинском районе несколько тысяч человек. На сегодняшний день в администрации Ахтубинского района сформирован перечень организаций, которые обеспечиваются специальными пропусками. Туда входят организации в соответствии с распоряжением губернатора, которые утверждены. Мы сегодня включили 562 организации, людей очень много, более 9 тысяч человек уже вошли в этот перечень. При этом специальные пропуска требуются не всем. Сотрудников органов власти, правоохранительных служб, средств массовой информации вместо пропуска достаточно удостоверения. Не нужен специальный документ и в случае выноса мусора, похода в ближайший магазин или аптеку и для выгула собаки в радиусе 100 метров от дома. Для выдачи специальных пропусков существуют исключительные случаи. К примеру, людям, ухаживающим за пожилыми родственниками, также выдается пропуск на основании заявления и подтверждающих документов. Важно помнить, что вместе с пропуском человеку необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Сегодня специальные пропуска жителям выдают сразу в двух администрациях, ведь желающих их получить много. У каждого свои причины. В администрации людям идут на встречу, но предупреждают. Документ временный, для его постоянного действия нужны будут идентификационные номера, голограммы. Которые дадут не всем, лишь тем, у кого действительно уважительная причина. На переходный момент, а это ближайшие несколько дней, власти договорились с сотрудниками правоохранительных служб, чтобы те были более лояльны к жителям. Затем меры будут ужесточены. Ведь основная цель карантина – предотвратить распространение инфекции. А значит, его важно соблюдать. Светлана Лондарева, Анатолий Калинько, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.